Владимир Борисович, на днях Курянам стало известно из теленовостей, что владелица дома номер 23 по улице Дзержинского судилась с областным комитетом культуры, чтобы распоряжаться этим зданием. Ну, мне тоже из новостей это стало известно. Должен вам сказать, что само это здание очень важный свидетель городской жизни Курска второй половины XIX века. Ведь напротив находилась городская станция с маленьким вокзальчиком. Здесь же находились гостиницы, постоялые дворы. Из пяти кинематографов три находились, вот все, рядом. Здесь же были трактиры, рестораны, очень шумное место. Почему же? Так что фасады этого здания несут на себе вот такую богатую историю из прошлого Курска. 150 лет этому дому. Это можно назвать старинный дом. Он стоит на стыке улиц Дзержинского и Сосновской. Шарко известен горожанам. Во второй половине прошлого века здесь работала фабрика Швея. После развала СССР здание было продано, и в нем расположился торговый центр Сосновский. Теперь владелица не терпится устроить здесь эскалаторы, витражи, световые фонари на крыше башенки. Да, ее не устраивают фасады купеческого дома, несущие на себе элементы провинциальной архитектуры второй половины XIX века. Когда это здание было сооружено? В 70-х годах позапрошлого века богатый купец Федор Иванович Перепелкин построил на этом месте гостиницу «Виктория». Это здание дошло без изменений до наших дней? Ну тогда, конечно, оно было более нарядным, чем ныне. Благодаря тому, что были чугунные балконы, был чугунный навес над главным входом, а сами фасады, выложенные красивым лицевым красным кирпичом, тоже очень интересно смотрелись. Потом я должен сказать, что даже сегодня над витринами первого этажа этого здания видны закладные детали для устройства маркиз от солнечных лучей для витрин. Представляете, как это было нагрядно и красиво? Но внутренние помещения в здании были значительно переделаны. Безусловно. Перепелкин умер, а его вдова Александра Матвеевна стала сдавать помещение в аренду. Так что гостиница здесь просуществовала совсем недолго. Кто же здесь расположился? До Октябрьской революции весь второй этаж занимал купеческий клуб. Вот он отличался шумными танцевальными вечерами и превосходным буфетом. На первом этаже работали престижные магазины. Чем еще славился купеческий клуб? Днем в нем давались киносеансы для детей. Весь вечер играл румынский оркест под управлением дирижера Скрипулеска. С восьми часов вечера до трех часов ночи члены клуба здесь играли в карты на деньги. Зданием продолжали владеть наследники Перепелкина? Нет. Перед Октябрьской революцией домом владел некто Тандауров. Накануне революции в здании располагалось первое отделение 74-го распределительного эвакуационного госпиталя. А что же здесь расположилось после Октябрьской революции? Согласно решению местного революционного совета, здесь разместилась культурно-просветительная лига. Кроме библиотеки и читального зала, тут находились еще Красноармейский клуб, столовая. При клубе читались лекции, проходили бурные митинги. Здесь были организованы музыкальные классы, созданный хор, оркестр, художественные студии, самодеятельный театр. А что было в здании в годы НЭПа? Здесь находились службы отделения пути Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Здесь же тогда были установлены приемник и мачта радиостанции этой же железной дороги. Что находилось в этом здании перед Отечественной войной? На первом этаже размещалась столовая номер один «Гор Коп Торга». Днем в этой столовой играл небольшой оркестр, а в 11 часов вечера выступали эстрадные артисты в концерте «Кабаре». На втором и третьем размещались службы городского профсоюзного совета, а позже, перед самой войной, цеха швейного производства. Здание пострадало во время войны? Ну, потребовался значительный ремонт здания. Курян можно поздравить. Мудрый судья отверг притязания Морозовой на переделку исторического здания. Если вовремя не давать по рукам таким собственникам, то от исторического Курска ничего не останется. Возможно, только храмы еще, которые не будут посягать.